привет ребятки две недели меня не было и вот она я болела болела причем так довольно сильно и мне неделю назад уже на самом деле как вот полегчало но был один такой маленький нюансик сами сейчас все услышите сегодня первый день когда я себя чувствую более-менее неплохо ну не оперная певица конечно по голосу но уже хотя бы могу стоять смогу смотреть на весь тот ужас который в квартире произошел за последнюю неделю и надо что-то готовить уже то выходные впереди болею я сейчас чем у меня бронхит плюс такое впечатление что гайморит зато мне кажется я могу очень мило шептать сегодня первый день роля когда вышел солнце первое февральское солнце это прикроет прикольно и она подсвечивает пыль летающую по квартире фасады которые надо помыть в общем включает во мне золушку но проблема золушки в том что сил нет в общем я пыталась поснимать когда мне полегчало и когда я себя чувствовала ну так вот более-менее но поняла что бесполезно во первых дикая слабость во вторых голос вообще не было но при этом естественно хрипотца и пропадание голоса вообще на каких-то высоких визгах это имеет место быть и до сих пор как у нас обстоят дела потихонечку что еще это можно сказать мышь литка и шабака сани работает дома на самом деле сейчас такой сложный период потому что саша такого бессрочном отпуске на своем заводе с мебелью и сейчас он занимается водоснабжением ну я не знаю как насчет того чтобы подробно там что-то рассказывать потому что пока все настолько непонятно что делиться хочется наверное уже какими-то конкретными успехами пока все так себе идет если откровенно уж работа у него из дома ну то есть получается тоже в принципе пятидневка и он постоянно на телефоне с клиентами ему постоянно нужна тишина полнейшие никаких папа-папа никаких милый что ты будешь на обед и вот у меня тоже соответствие с этим некие сложности по съемкам вот сейчас он ушел в детскую болтать может тоже самый сероводород будет а я тут так вот в пол голоса на камеру что-то наболтываю это как-то особо не могу раздухариться дабы поддерживать режим муж меня приносит пользу дома в том смысле что он отводит детей в школу и сад просыпается ровно за минуту до выхода дети уже стоят его одеты и ждут а он только вот соизволил встать мама через сколько дней выходные в понедельник через сколько дней выходные ну это извечный вопрос каждого человека в понедельник запасные мама пока мы тебя любим и целуем да ну до свидания хорошего дня ничего не понимаю намеков да ты все сказал что ты что напрягаться вот так каждое утро теперь саня их это будет в школу и в сад но мне кстати немножко этого не хватит думаю вместе с ними буду скоро ходить когда окончательно поправлюсь а еще я его заставляю отжиматься но получается как вот на этой вот картинке в квартире сейчас чистота красота и полный порядок но так было не всегда конечно же первую неделю моей болезни квартира поросла пылью грязью и вообще дети питались не пойми чем вот и первый раз когда я встала с кровати было чисто ради того чтобы спасти курицу и что-то детям приготовить потом я обратно залегла в кровать и еще там дня три наверное в лёжку лежала ну а вот с порядками это как раз вот недавние заслуги помните я рассказывала что у меня появились новые девайсы дома и вот мне нужно было их потестировать я их потестировала вот особенно последнюю неделю пока у меня не было голоса что я могла делать не снимать видео а именно вот убираться так что сейчас расскажу вам про один гаджет ну в следующем ролике про второй и оба очень даже неплохие итак сегодня я вас знакомлю с вертикальным беспроводным пылесосом от компании даджет модель в 450 и вот ключевые особенности заявленные производителем первое это стабильная мощность одна из самых высоких мощностей всасывания которая стабильна вне зависимости от того насколько наполнен пылесборник второй момент удобная система хранения и зарядки пылесоса на док станции третье это цифровой дисплей на котором отображается вся необходимая информация и четвертое это уборка в труднодоступных местах благодаря продуманной конструкции труба у пылесоса может сгибаться благодаря специальной насадке и вот это все я проверяла и тестировала ну и начнем с комплектации открываем вот эту потрясающую красочную коробку и там все расположено очень даже удобненько в первую очередь вижу инструкцию и там даже два саморезика для того чтобы закрепить док станцию приложены очень приятно в комплекте док станция для зарядки насадка щелевая насадка универсальная моторизированная основная насадка с двумя вариантами щеток мягкой пушистой для гладких поверхностей и с такими жесткими щеточками для ковров отдельный аккумулятор сам пылесос и насадка на трубу гибкое колено в уборке пылесос показал себя достойно в руке он держится привычно ну и я должна отметить что у меня есть опыт использования разных вертикальных беспроводных пылесосов поэтому я все равно немножечко в голове сравниваю так вот по весу вполне стандартно для пылесоса по громкости кстати работы он довольно таки тихий тише чем я тестировала ранее маневренность у него замечательная он как змея изгибается в разные стороны и прекрасно везде скользит а если добавить гибкое колено пылесос немножко прибавляет в росте но и увеличивается маневренность он отлично протискивается под разную мебель самое главное что не нужно нагибаться что касается режимов работы и мощности всасывания у пылесоса три режима минимальный он работает 60 минут авто он работает 20 минут и максимальный 10 минут работы мне в уборке нравится сочетание автоматического режима и максимального и вот со стороны может показаться что 20 минут работы и 10 минут работы это очень мало на самом деле это не так уборка с ним быстрая на квартиру в 55 метров хватает за глаза и остается еще много заряда мощность на максимальном режиме действительно впечатляет хорошо работает авторежим очень хитрый такое впечатление что он увеличивает мощность где много мусора и уменьшает где его мало минимальный режим самый слабенький но легкую пыль песок и не сильно загрязненные поверхности он способен очистить а еще у пылесоса есть фонарь который включается только в темных уголках квартиры подсвечивает пыль и это очень удобно далее тестируем дополнительные насадки универсальная хороша она подходит для точечной уборки разных поверхностей подоконники, плентуса, полки, батареи можно взять пылесос для уборки в машину щелевая насадка отлично справляется в супер узких и труднодоступных местах а вот хранить это все богатство предлагается на специальной зарядной станции в комплекте идет база для зарядки которую нужно закрепить на стене таким образом хранение компактное и удобное а также есть в док станции место для хранения у второго аккумулятора который наверное можно докупить если честно не узнавала по итогам моих тестов в общем и целом все что заявлено производителем все так и есть приобрести такой пылесос от компании даджет можно на озоне у даджет очень много различных товаров которые незаменимы в хозяйстве и в быту и в моем доме таких помощников много это и моющие швабры и роботы моющих окон для девочек это различные фены для детей 3d ручки для автомобилистов просто целая линейка различных товаров так что товары от компании даджет это отличное решение для подарков по поводу и без повода ссылочку на вертикальный пылесос в 450 я оставлю в описании к этому ролику заглядывайте я вот пока болела получается даже не заметила что резко стало светлее в принципе днем уже в 9 часов утра светло и темнеет достаточно поздно это так непривычно а мне вот в первую очередь раньше у меня в томное время года график был таков я детей там отвела по всем делам пришла домой сажусь за компьютер работаю там часов так до 12 в 12 примерно уже начинает светать и только потом я вот начинаю что-то снимать потому что до этого ну довольно темно а сейчас ну вот уже 9 утра и ты понимаешь уже светает надо там быстро привести себя в порядок и начать снимать а ты же еще не проснулся толком ну за компом-то просыпаться все гораздо проще вот надо опять перестраиваться как-то а может быть и все равно вот поддерживать свой предыдущий график ну просто привыкнуть к тому что светло сейчас буду варить себе кофе пока болела кофе практически кстати не пила вот очень даже соскучилась ну и еще один минус каждый год он один и тот же когда появляется солнце и свет сразу же видно где что не так где пыльные фасады где грязные что их надо мыть и все такое вот планируем какие-то из дней устроить такую генеральную уборку по поверхностям ну и в принципе можно там по шкафчикам полазать все по местам порасставлять ну на самом деле чувствуется такое дыхание весны что ли поэтому хочется включать золушку и расхламляться каждый год одно и то же ну вот такая жизнь пес у нас тут кстати несмотря на то что уши у него теперь здоровы все с ним прекрасно он продолжает покрываться всякими разными прыщами ну вот у него теперь какой-то вот здесь вот хохолок прям организовался причем когда он только-только набухал ну это что-то типа прыща у него это вот так вот все торчало и смотрелось как такой маленький небольшой ирокезик вспоминаются гремлины с ирокезиками и думается о том что ирбису в принципе ирокезик бы такой шерстяной бы очень пошел я сейчас пеку блинчики на одной сковородке у меня там другие заняты и так как это все очень долго решила разобрать бардак вот в этом ящике здесь все понакиданно плюс пыли много каких-то крошек все-таки под насыпалось получается там раз несколько месяцев приходится здесь все перебирать ну вот приятно делать какие-то вещи заодно начинаю все потихонечку выставать внутренности все почищены у меня вот здесь конечно вот эта история раздвижная но она немножко не по размеру обычно я использую вот так вот в сложенном виде пополам и здесь пустое пространство я вот сейчас думаю может быть поэкспериментировать и перевернуть ее вот таким образом и посмотреть как оно вообще сработает и сработает ну посмотрим сейчас будет видно удобно неудобно мера мне тут блинчики готовить помогает сейчас будет последний блинчик вот еще кстати одно преимущество таких тарелок с бортиками очень удобно блины делать на целую порцию ну и что у меня тут получилось вот так пока привыкаю но здесь еще кстати не все приборы часть из них в посудомойке потом доложу ну вот но пока мне кажется что удобно а там посмотрим надо просто хотя бы неделю это было перевернуто? да 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 я все решила перевернуть вау теперь красивее ну да не уверена как замечательно в книге alongside пробу сковороду пожалуйста вот так вот так сейчас посмотрим как там будет все надаваться вот там время без чего мы возьмем наши бренч arrivederak вот так нет не знать Для того, чтобы их продать. Они у меня тоже гладкие. Я потрогаю. Приятного аппетита, девчонки. Спасибо. Вкусно. Вот детство у наших детей. На рыбалку с утра собрались. Что-то у них даже клюет. У меня рыбалась рыба. У меня тоже. Лосось? Нет, лосось это красная рыба. Самая дорогая. Надо продавать. Где она плоти разрыгала? Не повезло как. Тут у меня гнилое плотие. Нормально? Мне кажется, нет. Мира! Мира, ты собрала мою рыбу. А зоя дрогается. Б Bradley, ты собрала мою рыбу. вот такие вот у нас выходные вот уже две картины сделано и прям глаза радуются когда смотришь когда все заняты сидят на стульчиками это делает бабушка к нам приходила подарила прикольные раскраски да вот доска тоже прикольная можно у всех разные узор и тигр а вот кто это сделал а вот у меня волк заросший или скала непонятно а еще здесь где-то через сантиметр есть много-много разных картинок рубрика подарки от бабушки только без бабушки потому что я не снимала когда она приехала к нам хотела поподробнее показать про эту раскраску потому что она какая-то очень интересная это все получается фикс прайс здесь помимо того что такие прикольные разные картинки есть еще в конце задания ну то есть сможешь найти эти предметы на страницах альбома ну есть конечно и подсказки где примерно это все можно найти но тем не менее девчонки тут потихонечку что-то пытаются раскрашивать кто любит такое мне кажется кирби розанес и вот тут разные серии это раз дальше классный скетчбук он вот в чем прикол у него разные листы бумаги есть такие есть глянцевые и шершавые и по мне это выглядит очень забавно один или два она нам купила осенний лес сделано в россии для тех кто любит рисовать тоже мне кажется интересная тема вот это по моему я вообще не показывала но это было подарено еще на новый год но мы так еще не успели воспользоваться прописи с калькой клёво да ну тут вот и быщ еще просвечивает надо будет как-то позаниматься нам с девчонками вот этим всем чисто писание тут получается тоже много разных изданий очередные обложки мира у меня с ума сходит по анимешным всяким девочкам там рисунком влюблена вот в такое и для детей еще ручки кстати надо потестировать как они пишут гелевые ручки прикольно пишут для раскрашивания самое то вот это вот кстати я не помню показывала или нет нам подарила аня очень прикольное издание обучение детей рисованию разных персонажей вот у меня дети очень много отсюда уже стрессовывали милые создания человечки как рисуются различные детальки личики я бы в детстве пищала бы от такой книжки наверняка много разных таких изданий есть обратите внимание на подарки супер девочкам да и мальчишкам тоже потому что милые рисунки ну по поводу доски ничего не могу сказать но детям нравится играть в школу все такое простенькое но тем не менее здорово а еще такая вот копилка тоже здорово заодно сразу видно сколько денег дети накопили они сейчас копят не знаю на что сначала копили мне на камеру потом на playstation а на что накопят неизвестно и мы тут дать так до сих пор не прикрепили вот так подбешивает если честно ну ладно а еще у меня тут такая проблема не знаю чем стереть но наверное просто сильно надо тереть рисунки те которые дети давно вот на этой доске нарисовали они не стираются почему-то ну то есть ну якобы сильно не старалась конечно стереть так чисто губочкой потерла потерла мне ничего не вышло вот что делать ну наверное взять себя в руки и посильнее потереть ну я вот тоже без подарков как вы знаете не остаюсь помимо того что там была пастила вкусненькая которые съели носит мне тут несколько разных чаев притащила черный сбор ромашка в луговая кстати ромашку мы очень любим сегодня перед сном пить вот подарила она мне для чего тут притащила мислярку вот такой прикольный тоже насколько я понимаю фикс прайс очищающая пенка мусс для умывания я ее попробовала и могу сказать что она прекрасно смывает особенно тушь и глаза то есть вообще с первого раза в отличие от например вот такой мицеллярки покупала не знаю месяца 4 назад мицеллярку ей настолько сложно снять макияж с глаз что это какой-то ужас приходится тереть 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 размачивать тереть и все равно тушь не смывается полноценно вот с этой штукой просто чик-пык и все готово очень здорово ну и последнее что тут еще это зубная паста не знаю зубная паста лишней никогда не бывает просто лежит в кладовке ждет своего часа а еще бабушка тут увлеклась помимо того что она игрушки делает да там вяжет уже микро всякие там свитерочки и шарфики и шапочки на своих миниатюрных вот таких вот малюсеньких игрушечках она еще и вот такие теперь коробочки делает говорит купила основу с дырками уже готовую и буквально там сколько за 40 минут вот эту штуку сделала прикольно так быстро на какой-то пряжи в общем человек увлекающийся и вот тоже очередная новая банка прикольная семечками и с шариком шарик прикольно подкидывать такой пробкой клевый тактильно очень приятно в общем в дальнейшем из планов у нас у ребенка ортодонт поедем завтра на слепке ну и подробнее расскажу ну и это первый после болезненный видос так что не уверена что он очень длинный получился или какой-то супер информативный но как есть я еще так до сих пор все-таки болею еще закашливаюсь там и нос забит но уже вот прям энергия прет и это очень хорошо но вот энергия прет на какой-то непродолжительный период времени в конечном итоге все равно нужно после энергичных прыжков полежать немножко пойду заставлять мужа проскачать как-нибудь ну и монтировать вот это все для вас до новых встреч надеюсь что хотя бы два раза в неделю ролики буду выпускать или ну или раз в неделю как получится пока в следующий раз у Продолжение следует...